Киски занимаются любовью. Но водка быстро закончилась. Вы опять нассали себе в кровать. Видите, Моисей Соломонович Урицкий. Здесь у нас есть такая кичевая история. Все, давай. Удачи, удачи, пока. Почему мы начинаем здесь? Ну, во-первых, обратите внимание, как я прекрасно мимикрирую под зелень. Во-вторых, вот там находится здание, из-за которого мы сегодня с вами еще окажемся. Это бывшее училище правоведения, основанное Петром Георгиевичем Альденбургским. Спасибо. А у вас на воздушных шарах есть что-нибудь? Нет. А на пингвинах? Давайте запустим, предложите нашего. Хорошо, вот на пингвинах я готов, на летающих. Здесь летающие пингвины я готов. Да, и как Петр Георгиевич Альденбургский, и так и его отец, так и сын Александр Петрович Альденбургский, и жена его Евгения Максимилиановна Альденбургская, и их сын, соответственно, тоже Петр Александрович Альденбургский, это все будут герои нашего сегодняшнего рассказа, поскольку, ну, все-таки не только по ссаным углам ходить и так далее. И это училище напрямую связано вот с памятником Чижику-Пыжику, которое стоит вот с той стороны, и куда я периодически кидаю денежки. Ну, а я расскажу просто свою личную историю. Я здесь как-то стоял вот так вот ночью, смотрел на воду, часа в три ночи. Я жил тогда на Маховой улице, и подходит вот мент оттуда из... Невеста все пропустила. И такой говорит, молодой человек, а что вы здесь делаете? Я говорю, на воду смотрю, и мент завис, как компьютер. Он не знал, что мне ответить, просто ушел. Как и мы сейчас двинемся с этой, в общем-то, достаточно прохладной территорией, потому что в Петербурге сегодня плюс 28, а завтра обещают плюс 33. И, девочки, я вся теку. И сегодня я с удовольствием буду смывать этот аракез в Финском заливе, но не здесь. У нас было две экскурсии по летнему населению. Одну я проводил еще даже с мутюгальником, а вторую мы заходили вот оттуда, выходили здесь. Я посвятил целиком и полностью, на самом деле, покушению Александра Второго Каракозовым. Ну, и вообще на какие-то не шибко известные вещи про это замечательное сооружение, которое, как я всегда рассказываю, является показателем прогресса. Показатель прогресса – это понты. Хочу иметь сад не хуже, чем у французского короля. Вот этот вот парчок перед инженерным замком или Михайловским замком, когда я жил здесь, он был открыт, и можно было пройти насквозь в Михайловский сад, а потом его закрыли. Переделали летний сад. Теперь я туда не хожу, потому что это какая-то облагороженная, не очень уютная история. А мы идем с вами к Марсовому полю. Марсовое поле есть у нас не прежде всего в Париже, хотя оно есть и в Риме, но я, поскольку вот под Францией заточен, и мы на Марсовом поле бывали, когда ездили с экскурсией. Поскольку везде этот объект, он являл собой местом парадов, местом, как мы сейчас сказали, тренингов, да, или муштры, шагистики, как ее еще называли в 19 веке. И конкретно территория, на которой мы буквально вот сейчас окажемся, она довольно долгое время представляла собой гигантский плац, на котором чего только не происходило. Есть огромное количество иллюстраций, есть огромное количество фотографий той эпохи. Более того, вот здесь лебяжья канавка, а с той стороны мы там тоже окажемся, там был красный канал. То есть он, этот неправильный квадрат, прямоугольник, был с двух сторон речками обрамлен. И только в 20-х годах по проекту архитектора Рудниева здесь все было переоборудовано, перестроено. То есть, как мы сейчас сказали, был сделан проект ландшафтного дизайна. Вот эта вся растительность, она появилась уже при советской власти, точно так же, как появилась в центре Вечный Огонь, но вот могила вокруг этого огня, она появилась не при советской власти, она появилась еще летом 1917 года. И какие вообще были планы, не реализованные, как с этим непосредственно объектом, так, может быть, даже, ну, про дворцов мы сегодня не будем говорить, я вам тоже расскажу и покажу. Мы в центре еще окажемся, но я с вашего позволения, поскольку, конечно, солнце светит левый глаз, может быть, кто-то думает о нас, позволю себе пойти здесь. Мы направляемся к так называемому Дому Адамине. До сих пор помню эту шутку из книги Синдаловского. Был у нас такой, Наум Синдаловский, «Царство небесное», который собирал, давай здесь пойдем, собирал всякие байки, и он дособирался до такой степени, что в конце концов просто эти книжки даже назывались «Путь водителю по Петербургу». Представляете, да? Он обул практически Пыляева, добавил туда всевозможного ленинградского фольклора. «Ну вот не ходите, девки мини, мимо дома Адамине». Я никогда в жизни такого не слышал. Такое ощущение, что это все, ну, когда-то кто-то один или где-то в какой-то субкультурной среде сказанул, и вот с тех пор оно пошло. Но там, помимо того, что там на первом этаже находится квартира Якоба Гордина, у которого я делал с ним интервью в свое время, он автор прекрасных книг про Пушкинский Петербург, которые я вам настоятельно рекомендую прочитать, особенно гидом, потому что там фактология, вся фактура города, эпохи представлена. Вот если мы посмотрим вот в ту сторону, я вам сейчас подставлю паттерсоновскую классическую картину, то мы увидим, что совершенно другая перспектива открывается. И самое главное, что вот с правой стороны стоит памятник Суворову. Он сейчас перенесен ближе к Троицкому мосту, а раньше он находился примерно вот здесь. В то же самое время, когда мы будем на той стороне, я вам покажу фотографию, где будет румянцевский обелиск, перенесенный в Соловьевский садик на Васильевском острове. Еще там пару иллюстраций, вот, например, посмотрим вот в ту сторону. Вот сейчас вы видите только деревья, а на этой фотографии вы видите с правой стороны скетинг-ринг натянутый, а с левой стороны панорама Севастопольской обороны. Или наоборот, я просто не знаю, в каком зеркальном отношении это все вам подставится. Два сооружения, которые тоже недолго постояли. Ну, скетинг-ринг это такая, значит, очень модная вещь, где вы катаетесь на роликовых коньках. Панорама обороны Севастополя была посвящена обороне Севастополя крымской военной. И непосредственно здесь. Да, так вот, там висит еще мемориальная доска, посвященная Вере Пановой. Вера Панова – это ленинградская писательница. Сейчас уже ее имя, фамилия, к сожалению, немногим что-то скажет, но в советское время ее знали, конечно, многие. Тем более она открыла дверь в кинематограф Георгию Данелли, который экранизировал одно из ее произведений, специально выбрала его из известных режиссеров, она выбрала неизвестную. У нее такая классическая судьба для советского творческого человека. Второго мужа ее репрессировали. Она из-за этого вынуждена была уехать из города, потому что опасалась как за свою судьбу, так и за судьбу своих детей. У отца у него была интересная история. Он маму троллил очень жестко, он купил себе яхту, ну, построил такую и постоянно устраивал с ней такие кораблекрушения. Как это происходило, я не знаю, это просто вот рассказывали ее родственники. И постоянно выплывал из этих кораблекрушений. Один раз не выпал. И при этом ему когда-то цыганка нагадала, что он умрет конкретно в определенный возраст. Именно в этом возрасте он умрет. Причем накануне он говорил, что похоже цыганка права. После войны у Пановой случилась очень прекрасная карьера. Вот этот полукруглый дом угловой классический. На первом этаже здесь, кстати, располагалось в свое время приют комедианта это вторая точка после кафе Бродячая собака, где даже блок один раз выступал. Это была попытка продолжить вот эту историю дальше с собакой. И в нулевые, по-моему, года была попытка возрождения. То есть они так и называли его приют комедианта было заведение, где ваш покорный слуга даже сыграл концерт. И я такой ходил весь из себя счастливый и довольный говорил там Володе Белинскому, который в свое время был тут wild side, что смотри, собрал полный зал. Он говорит, у тебя же был бесплатный концерт. Я говорю, ну да. Он говорит, ну, понимаешь, это ни о чем не говорит, потому что самый лучший показатель это рубль. И он был абсолютно прав. у Веры Пановой одно время работал секретарем Сергей Довлатов. И он оставил об этом прекрасные записки, которым я хочу прибегнуть, потому что, например, муж и сын Пановой, они ну вот дерзнули защищать Бродского, когда его судили по процессу отнеясти. записки Довлатова дневниковой это просто вообще я вам всем рекомендую всегда прочитать, потому что они, во-первых, это выражают суть эпохи, во-вторых, они такие достаточно троллинговые. Вот, видите, с 48 по 70 год жила и работала писательница Вера Федоровна Панова. К Пановой зашел ее лечащий врач Савелия Дембо. Она сказала мужу, надо, чтобы Дембо выслушал заодно и тебя. Зачем отмахнулся Давид Яковлевич? Чего ради? С таким же успехом я могу его выслушать. Вера Федоровна миролюбиво предположила, ну и выслушайте друг друга. Но выслушивание, как вы понимаете, разной контекстной силы. Беседовали мы с Пановой. Конечно, говорю, я против антисемитизма, но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские люди. Это и есть антисемитизм, сказала Панова. То есть, вы говорите, это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать достойные люди. Видите, как она лихо поставила юного прозаика на место. Явились к Пановой гости на день рождения крупные чиновники в Союзе писателей, начальство. Панова, обращаясь к мужу, сказала, мне кажется, у нас душно. Обыкновенный советский воздух, дорогая. Вечером, навязывая жене кислородную подушку, он твердил, дыши, моя рыбка, скоро у большевиков из кислорода иссякнет, будет кругом один углерод. Но в итоге иссякли большевики. Был день рождения Веры Пановой. Гостей не приглашали. Собрались близкие родственники и несколько человек обслуги. Обслуги. Фу. Да, это вот быть советским писателем на самом деле, то есть, ведь еще в 30-х годах, когда Желтовский строил здание на Маховой улице, которое было названо гвоздь в крышку гроба конструктивизма голосовым или не голосовым, ну, в общем, кем-то из ведущих конструктивистов той эпохи. Там уже предполагались комнаты для прислуги. Всего да, советская демократия есть, но обед по расписанию. Сидим, пьем чай, атмосфера мрачноватая, Панова болеет. Вдруг открывается дверь, заходит Федор Абрамов. Ой, говорит, как неудобно, у вас тут сборище, а я без приглашения. Панова говорит, ну, что вы, Федя, все мы очень рады, сегодня день моего рождения, присаживайтесь, гостем будете. Ой, еще больше сполошился Абрамов. День рождения? А я ее и не знал. И вот без подарка явился Панова. Какое это имеет значение? Садитесь, я очень рада. Абрамов сел, немного выпил, закусил, разгорячился, снова выпил. Но водка быстро закончилась. А мы, значит, пьем чай с тортом. Абрамов начинает томиться. Потом вдруг говорит, шел час назад мимо гастронома, возьму, думаю, бутылку столичной, как-никак у Веры Федоровна день рождения. И Абрамов застает из кармана бутылку водки. Мы пришли сюда неспроста, потому что здесь у нас монумент. И изначально этот монумент хотели организовать, где бы вы думали, на Дворцовой площади. Это памятник жертвам Февральской революции. Дело в том, что, ну, я миллион раз об этом рассказал, Февральская революция, в отличие от Октябрьской, была где-то некровавая. Вот эти строчки написаны Луначавским по воле тиранов друг друга терзали народы. Ты стал трудовой Петербург и первый начал войну всех угнетенных против всех угнетателей, чтобы тем убить самое семя войны. Но вот самое семя войны не удалось убить. И здесь по углам есть у нас всевозможные надписи, которые говорят о том, кто где похоронен. Естественно, люди, приходящие на Морсово поле, вот последнее, о чем они думают, вообще посмотреть, почитать об этом. Здесь, допустим, В. Володарский убит правыми эсэрами. Ну, хорошо, что здесь хотя бы написали, что эсэрами, потому что иногда пишут просто как бы контрреволюционерами. Я хочу вам напомнить, что В. Володарский, это был очень долго в топонимике нашего города, его именем был назван Литийный проспект. В. Володарский возглавлял, ну, как мы сказали, Союз Печати Коммун Северной области, да, то есть он он ЧК, сейчас я расскажу, кто ЧК, и он позакрывал нафиг все газеты, даже самый спокойный, ну, потому что, понимаете, да, мы за свободу, мы за свободу, но свобода, она должна быть как бы для всех немножечко разной. И его действительно, он выступал на Абуховском заводе, и ехал автомобиль, его подловил рабочий, о чем здесь не написано, рабочий этого завода, он действительно был эсэром, и убил, и бросился в Неву, а надо понимать, ну, да, здесь, видите, павшие в боях годы гражданской войны, в том числе, надо понимать, что там река очень широкая, ну, это станция метро Ломоносовская, там сейчас стоит как раз памятник Володарскому, и мост назван именем Володарского, и он умудрился переплыть эту речку, и надо сказать, что с убийства его и убийства еще одного персонажа, которого мы сейчас будем искать здесь, потому что я до сих пор не помню, где он похоронен, начался красный террор, ну, и еще покушение Фани Каплан на Ленина. Вот я сейчас подставлю, давайте сюда посмотрим фотографию, это первые гробы, которые лежат в этой могиле, а потом их начали подхоранивать, подхоранивать, когда они хотели это сделать на Дворцовой площади, комитет, состоявший из нескольких архитекторов, конечно, сказал свое слово, что ну не надо дворцовую площадь поганить вот этим всем, смотрите, здесь у нас Владимир Осипович Лихтинштадт Мазин, погиб в бою, Лихтинштадт занимался тем, что изготовлял бомбы, и в его соответственно мастерской были сделаны бомбы, которые были переданы затем для покушения на Петра Аркадьевича Столыпина. Именно этими бомбами была взорвана его дача на Аптекарском острове, а руководил этим всем Леонид Борисович Красин, ну допустим. Здесь у нас Нахимсон похоронен, именем которого была названа в свое время площадь у нас Владимирская, и Владимирский проспект тоже носил его имя. В центре у нас находится Вечный Огонь, вокруг которого раньше стояли такие, как я их называл, жаровни, но на самом деле вот чтобы цветы вот так вот не лежали, как сейчас, на них как раз эти цветы располагали. Я помню, что я как-то с одной подружкой гулял, Наташей ржеволосой, был какой-то марк, тут все в снегу, в воде, и там сидят два парня, балеруны оказывается, да, Мариинского театра и пьют коньяк из канистры. И один говорит, хочешь прямо сейчас сяду на шпагат и садиться и головой туда в этот, в костер, я его еле забылся, успел, но он реально как вот ван дам, прямо растянулся между этих жаровин. красные латышские стрелки, безусловно, здесь тоже нашли упокоение, но одной из главных могил, конечно же, является могила Моисея Урицкого, который, в отличие от всех этих замечательных ребят, умер под своей фамилией, видите, Моисей Соломонович Урицкий, убит, опять-таки, правыми эсерами, ну, конкретно одним эсером он убит, этот эсер был приятелем Есенина, звали его Леонид Канегисер, случилось это на Дворцовой площади, у меня уже была экскурсия там, и горе-террорист пришел к нему на прием, застрелил его, и вместо того, чтобы выйти из здания, ну, это арка главного штаба, это направо в стороне это дело происходило, выйти, слиться с толпой, и, соответственно, выйти на Большую морскую улицу, он без головного убора, забыв его, сел на велосипед, который он арендовал здесь, на Марсовом поле, здесь был пункт проката велосипедов, и поехал через всю площадь, ну, естественно, его сразу заметили, и на Миллионной улице, там есть конкретный дом, куда он нырнул, забежал в квартиру одного из профессоров, потом профессор чуть не прилетел в содействие в контрреволюционной деятельности, через черный вход выскочил, схватив шубу или пальто, но его на улице схватили, А Леонид Кеннегичер конкретно хотел убийством Моисея Уритского показать, что не все евреи как бы вот сторонники террора, хотя, конечно, Уритский, если мы будем забегать вперед, не такой уж был, из него руки были не по локоть в крови, а так он еще только пальчики замочил, а вот по локоть в крови уже начнется в 30-е годы, но Уритский еще об этом не знал, и вот как интересно все происходит, да? Если бы был убит кем-то, не знаю, Зиновьев или Каменев или Рыков или Бухарин или еще кто-нибудь из всей этой замечательной братьеви в кавычках, то они бы здесь лежали, мы бы об этом знали, я бы вам об этом рассказывал, или наоборот, если бы Владарский или Уритский они бы дужили до 30-х годов и их там подчекали, то они бы здесь естественно не были обозначены, то есть они бы исчезли из контекста истории, но вот им в кавычках повезло, они вовремя умерли, и Дворцовая площадь была названа именем Уритского в 44-м году, и вернули историческое название площадь Дворцовая. Вот это здание, которое сейчас находится у нас в такой сетке, было построено по проекту архитектора Василия Стасова, тут вот недавно как раз праздновался его день рождения, это здание павловских казарм, и дело в том, что Василий Стасов, он известен не только богатым архитектурным наследием, но и плодовитым наследием, вот я имею в виду прямым своими детьми и даже внуками. Целая книга, видите, Стасовы в Петербурге. Здесь, кстати, выясняешь очень интересную деталь, ну вообще это здание было заказано ему Аракчеевым, и собственно оно оформило вот этот вот кусок Марсового поля, и с тех пор обрамление его получило законченный характер. Мне что понравилось, что Стасов участвовал в конкурсе на возведение храма Стаса Спасителя, а там кто только не участвовал, и даже Кваренге. А выиграл этот конкурс никому неизвестный Витберг, ну вот упокоенный историк, извините, я забыл, ремень, и у меня там такое, штаны спадают, штаны спадают с меня. Леонид Мацех, он уверяет, что это по масонской линии он выиграл этот конкурс, вот, но Стасов, проиграв этот конкурс, ему этого Витберга дали в протеже, ну не в протеже, точнее, Стасова, получается, ему дали в протеже, чтобы Стасов объяснил ему какие-то вещи, потому что Витберг до этого не построил ни одного здания, и Стасов вместо того, чтобы, ну, затроллить его, сказать, молодой человек, вы вообще кто такой, я вас не знаю, он действительно ему помог, и Витберг писал, что он объяснил мне очень многие моменты, которых я вообще понятия не имел, но, естественно, это, конечно же, Владимир Стасов известный критик, да, автор бренда «Могучая кучка», ну и вот это все, передвижник, передвижники, это его тема, он из знаменитых портретов подставлю в красной рубахе репинским, прям такой, эх, Дмитрий Стасов, известный адвокат, который участвовал во многих процессах нашумевших, ну и, конечно же, дочь этого Дмитрия, внучка Стасова, Елена Дмитриевна Стасова, по кличке Абсолют, известная большевичка, вот ей как раз повезло, она дожила там, по-моему, в 60-х годах, и, в общем, именно поэтому вошла вот в эту книжку. Мы с вами пришли к мраморному дворцу, большому мраморному дворцу, потому что у нас есть еще малый мраморный дворец, но, если быть точным, то дворец этот не совсем мраморный, он полумраморный, потому что низ его облицован не мрамором. и еще этот дворец называется у нас Константиновским, потому что здесь кто только не жил. Здесь жил Константин Павлович, это брат Александра, второй сын Павла Первого. Здесь затем был Константин Николаевич, это уже сын Николая Первого. И здесь потом жил его сын Константин Константинович. Что-то хотите? Здравствуйте, просто очень люблю ваши выпуски. Постоянно сфотографируем. Спасибо большое. Давайте. Всего благодарности огромное. Спасибо, спасибо, да. Константин Константинович, да, великий князь, поэт Каэр. И у нас здесь будет отдельный маршрут, я просто подгадаю, когда эти ворота будут открыты, потому что сейчас там уже все закрыто, там внутри стоит памятник Александру Третьему, потому что мы пойдем в ту сторону, там дальше есть дворец великого князя Михаила Николаевича, и дальше дворец великого князя Владимира Александровича. Но пару слов я... Здравствуйте. Здравствуйте. Но пару слов я все-таки скажу конкретно про Константина Николаевича, потому что именно он ввел моду замечательную на... Вайлдуре еще. Здравствуйте. Point of meeting with me. Сожительство с балеринами, да, с балериной Кузнецова. Но у меня есть выпуск, где я с красным марокезом хожу, рассказываю про Мали, Ники и Блока, и там вот показываю особняк на Английском проспекте, где, собственно, это все происходило. И здесь была его жена Александра Иосифовна, которая вот конкретно в этом здании вертела всякие там... Которая, ну да, очень красивая и очень тупая, такая ржеволосая, безумно красивая женщина, конечно. Вертела эти блюдечки, магнетизировала свою Фрелину Анинкову, так что-то чуть дуба не дала. И здесь случилась такая история, что пропало три бриллианта с оклада иконы, который благословил непосредственно их брак Николай I. А брак пошел по женскому половому органу, и, в общем, это была довольно серьезная тема. И подозрение впало на старшего сына Николая Константиновича, который попал под раздачу как раз Александра III, как и все его братья и сестры, потому что Александр III сказал, что все, теперь вы не великие князья, теперь вы князья великий князья императорской крови, потому что вас тут дофига, извините, у меня нету на вас ни столько денег, ни столько всего остального. И это был, конечно, сильный удар и для Константина Николаевича, тем более, он был такой очень либеральный великий князь, что крайне бесило на самом деле Александра III, тем более, он был большим другом Катеньки Долгоруковой, из которой Александр II уже мутил, а потом вообще, когда его Мария Александровна умерла, он ее сделал своей женой. И, в общем, Александр III при первой возможности дядю-то спихнул с поста морского министра, министра морского ведомства и назначил туда своего брата Алексея Александровича. И это было фиаско, потому что Алексей Александрович князь Сусимский тянул бабки из казны морской, как и свои собственные. Вот, но Николай Константинович и княжна Долгорукова, они жили, ну, естественно, не вместе, а с разлетом по времени в другом дворце, именно Малом Мраморном. Теперь мы, ну вот, памятник Суворину, теперь мы разворачиваемся вот сюда, Суворину, Суворову. Суворин, это известный медиамагнат. Извините, я просто сейчас читаю Жарминаль Золя, и там есть просто герой Суварин, Суварин. Да, ну, на самом деле, это намек на Льва Гартмана, который свалил из России, когда он участвовал в подкопе под царский поезд на Курской железной дороге, и, в общем, его хотели арестовать там во Франции, и поднялась компания в его защиту, в которую активно участвовал коллега Золя Гюго, ну, и, в общем, когда Золя этот роман написал, его здесь запрещали долгое время опечатывали, потому что там, ну, прямо вот этот Суворин и Гартман, они прямо считывались. Тяжелый роман, но крайне полезный на самом деле, чтобы понимать, какие процессы происходили во Франции именно среди рабочего класса. Мы тем временем смотрим на другую картину Патерсона и видим, что как раз, опять не помню в зеркальном отношении как это выглядит для вас, да, стелла вот эта, да, румянцевским победам, которая, кстати, была перенесена и сейчас находится на Васильевском острове. Еще одна картина, ну, примерно с этой точки, это аппарат на Царицыном лугу, это просто такая абсолютно пропагандистская шняга, которая, ну, нет, ну, конечно, это уж, извините, не шняга, это уж, да, как можно так говорить про великую картину, но вот так, в принципе. Но, я имею в виду в пропагандистском отношении это шняга, потому что Николай I долгое время, он кого-то там говорил, да, этих добавить, этих убрать, потом менял свое решение, и вот там вся великосветская тусовка, там есть и Чернецов художник написал ее, там есть и Пушкин с Крыловым, и там, кстати, и Эльденбургский тоже присутствует. Ну, а у меня в руках вот такая книжка, я ее миллион раз показывал, одна из моих любимых, и посвящена моему любимому архитектору. Дело в том, что здесь, на Марсовом поле, должны были построить, ну, извините, вот оно вот так вот выглядит, оперный театр. Причем, он должен был быть ориентирован как раз с Невы, здесь должен был быть главный вход, и это была самая такая глобальная постройка «Блогер Баэл Гарриа». Спасибо, спасибо, да. Сбивает меня в смысле. Да, значит, самая глобальная постройка. Более того, его проект был принят, одобрен комиссией, которая вынесла положительное решение. И представьте, если бы это все было застроено, «Блогер Баэл Гарриа», должна была остаться часть поля именно под плац, тогда это уже был плац Павловского полка, Павлон и Солдафоны, вот здесь они располагали, кстати, Павловский полк, один из тех полков, который перешел в итоге на сторону революции, но не срослось, денег не нашлось. Но это была не последняя попытка застроить Марсово поле. Значит, уже в начале 20 века здесь пытались построить здание новой городской думы. Этот проект выиграл архитектор Дмитриев и там все было немножко наоборот. Там основной перспективный вид уже был, получается, от летнего сада. Я вот вам сейчас подставлю пару фотографий. Это фотографии, которые я лично делал на выставке Петропавловской крепости. Она была, называлась, реализованной Петербург, по-моему, так. И там, ну, помимо всего прочего, там был проект петербургского метро и проект застройки ватного острова и прочее, прочее. Но вот это, конечно, тоже впечатляет. Там уже была другая история. Ну, как вы думаете, что помешала? Да, помешала Первая мировая война. Не срослось. А мы смотрим вот на это очень красивое здание. Видите, какое оно красивое в этой сетке. Там сейчас находится, не ходите дуром, из циткультуры. Кулек, крупа, по-разному называют высшее учебное заведение. Крупа, потому что она имена Крупской. Я там долгое время репетировал. И у меня тоже есть дивная история. Я с маховой иду по лебяжьей канавке. А раньше, вот, ну, молодожены, они любили приезжать туда, возлагать цветы и фотосессии. И там это такие полупьяные на трубах на своих. И они так мимо кассы, мимо ноты играют. Идешь и думаешь, даже такую простую мелодию. Изначально здесь был дом Ивана Ивановича Бецкого. Иван Иванович Бецкой, покровитель детской, выпустил кур монастырских дур. То есть он был одним из основателей смольного, покровителем смольного монастыря. Воспитательный дом под его ведомства находился. У него тут был висячий сад. А затем это здание принадлежало как раз семье Альденбургских. Значит, Альденбургские на дочери Павла I, на сестре Александра I, Екатерине Павловне, женился Георг Альденбургский. Его мать была родной сестрой вдовствующей императрицей Марии Федоровны. Соответственно, они были вдвоюродными братьями со своей женой. К Екатерине Павловне сватались разные люди. Она чуть не вышла замуж, то есть к ней сватывался, например, император Леопольд, но Александр I запретил выходить замуж за католика, а потом к ней посватывался Наполеон. И она, известная ее есть фраза, она сказала, что лучше я выйду замуж за какого-нибудь истопника. Ну и в общем часики типуют. К тому же, когда Наполеон к ней посватывался, нужно было ну как-то дипломатично его отшить. А лучшим поводом, чтобы дипломатично отшить, что резко наметившийся брак. И вот надо было срочно-срочно-срочно-срочно кого-нибудь найти. Вот смотрите, здесь висит то, чего не было даже когда я здесь ходил на точку репетировала. Мемориальная доска, выдающиеся государственные деятели, благотворители. П.Г. Это Петр Георгиевич Альденбургский, А.П. Это Александр Петрович Альденбургский. Жили здесь в 1936-1917 годах. Ну понятно, почему они перестали жить в 1917 годах. Ну, собственно, как и Вертенбург и много чего. Вертенбург это туда, куда потом уехала Екатерина Павловна. И я был в Штутгарде, но проезд там и так мне хотелось, конечно, посмотреть на места с ней связанные, но в уях не срослось. И пока вот вы насладитесь панорамой, замечательной, перед вами открывающейся, а я вам сейчас покажу еще одну чудесную книжку. Она вообще не про Альденбургских. Она вот так вот выглядит. Это книга про Бетанкуру. Очень, кстати, хорошая. Вот так вот мы ее покажем в тени. Но почему я ее достал? Потому что значит, у нее выбор, да, между двумя людьми. И здесь я просто кое-какие штучки себе ой, заложил. Ну вот, кстати, характеристика, да, Екатерины Павловны это посланник Сардинского короля Виктора Иммануила при царском дворе в России Жозеф Деместер так ее описывает. Ничто не сравнится с добротой и приветливостью великой княгини. Если бы я был живописцем, я бы послал вам изображение ее глаз темно-голубых. Вы видели, сколько доброты и ума в них заключила природа. Ну, на самом деле, я подставлю сейчас портрет. К сожалению, портрет, наверное, не передает эти восторги. Но что нам остается делать, кроме как поверить этому Жозефу Деместру? Леопольд Саксон Кобурский первый был претенгент. Ему было 18 лет, а я до этого сказал, да, что она за Леопольда должна была выйти, но не вышла. Нет, она не за Леопольда должна была выйти, а не вышла, а за Фердинанда. Вот. Что поделать, друзья мои, можно запутаться в этих нерусских именах, вы меня за это простите. Он был красивый, молодой, но очень бедный. Он был, по-моему, восьмым или девятым ребенком в семье, и, в общем, ему не очень там светило. А вторым был как раз вот Петр Фридрих Георг Альденбургский. И про него писали, что, например, посол Франции Калинкур принц малый ростом, некрасив, худ весь в прыщах и говорит невнятно. И вот надо срочно-срочно принять решение. Оба они в России. И Екатерина Павловна принимает решение выйти за вот Георгия Альденбургского. Этот брак, конечно же, очень многих удивил. Например, Фрелина Роксандра Эдлинг пишет, по родству он противоречил уставам церкви, так как они были между собой двоюродными, но я же сказал, их матери были родными сестрами. Наружность герцога не представляла собой ничего привлекательного, он был честный человек в полном смысле этого слова. Екатерина Павловна имела благоразумие удовольствоваться им и по природной своей живости скорость привязалась к мужу со всем пылом страсти. А почему она сделала этот выбор? А потому что, друзья мои, смотрите, у нее была определенная жизненная философия. Она говорила так, мне кажется, что царствующие особы, по-моему, делятся на две категории. На людей порядочных, но ограниченных, и на умных, но отвратительных. Сделать выбор, кажется, нетрудно. Первая, конечно же, предпочтительная. Вот так она с прекрасным цинизмом. Сделала выбор в пользу Георга. И у них все было хорошо. Его назначили на ряд очень важных должностей. Его отправили, ему, ну, как бы, дали в Водчину три больших губерния, и он переехал в Тверь. Тверь стали называть Малым Версалем. И, собственно, там начал свою карьеру Карл Иванович Ройс, еще молодой архитектор, который из Москвы туда дернули. И туда же как раз прибыл вот Бетанкур, потому что Альденбургский решил вообще, ну, наконец, организовать в России профессиональное техническое обучение. Собственно, корпус инженеров путей сообщения, нынешний у нас СПБГУПС, который располагается на углу Московского проспекта и Фонтанки, был основан именно по протекторату и инициативе Георгия Альденбургского. И поэтому Бетанкур, он постоянно с ним на эту тему снашался. также он доверил Бетанкуру наладить наконец вот эту водную систему рекоканалов по всей России и Бетанкур вот проплыл по ней и сказал, что страшная коррупция, в некоторых местах специально лодки и корабли задерживают, чтобы пропускать остальных за взятку, мосты все находятся в ужасном состоянии. никогда в России такого не было и тут вот, пожалуйста. Екатерина Павловна всем довольна, мужем и всем остальным. И тут все-таки война с Наполеоном, Тверь является тылом, Москва сгорает и значит у них там лазареты, Петр, извините, Георгий Альденбургский в одном из них заражается Тифом и умирает. Вуаля. Но у них ребенок Петр его Николай I сначала очень привечал, ну потому что мальчик остался сиротой и он тоже делает карьеру естественно по военной части, как и все тогда представители дома Романовых и в какой-то момент случается не очень красивая по мнению Николая I история. В то время старались не приговаривать никого к смертной казни поступали по-другому просто пароли до смерти можно было прогнать кого-нибудь сквозь строй и пойдем сюда зайдем и отправить на небеса и вот в какой-то момент Петр Льденбургский сказал что ну это барварство вообще я это не поддерживаю никак взбешенный Николай I решил его наказать и выбрал для этого как бы ему казалось совершенно унизительную историю он назначил его попечителем всех благоугодных и благотворительных заведений тут нужно пояснить что это дело долгое время этим делом долгое время занимались исключительно представители со слабого пола женщины но прежде всего в достовище императрице Мария Федоровна супруга Павла I убиенного здесь у нас есть такая кичевая история она даже находится на Яндекс.Картах я не очень понимаю кайф этих стен и вообще вот этого всего мы заечист фролов конечно в гробу морочатся но в принципе тут наверное и не претендует ни на что подобное тем не менее здесь крайне любят делать всевозможные фоточки славой героям истинной красоты здравствуй жизнь идущей в любовь встречает себя а вот тут у нас не совсем не мозаичная тема это бомбоубежище скрывающиеся за этими деревьями это бомбоубежище уже эпохи ядерных бомб вот видите ко мне приходила на экскурсию девушка которая работает в академии там рассказала какие-то скандалы интриги расследования но я естественно это все мозг мой это отринул потому что я как правило стараюсь не вникать в чьи-то там разборки тем не менее помимо этой стены есть еще масса всего там и другая стена и собственно тут детская площадка присутствует тоже в таком достаточно мозаичном характере вот видите сколько людей и все они фотографируются то есть человеку не так много надо для счастья достаточно сделать вот это ну с другой стороны лучше чем какой-то поганый серый брандмауэр а здесь у нас видите меняют лифтовую шахту да потому что это еще старые советские лифтовые шахты вот скоро здесь появится у нас металлопластик я очень часто показываю вот отсюда если ближе посмотреть о мариночка вон видишь ну пойдем коллегу поприветствуем хорошую коллегу мама я в телевизоре да прекрасная коллега Марина Егорова на работе все ходим по тем же самым маршрутам все ходим по тем же самым маршрутам уже так сказать как бы сказать попроще немножечко поднадоело ну как нет пытаемся находить что-то новое там отвалилось что-то тут что-то приклеили там убыло тут прибыло да 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 вот пересчитываем ангелочков демонят вот сейчас смотреть будем пойдем ну что удачного вам похода да 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 ну вот видите музей под открытым небом олимп культуры да ну вот Марина она очень детально рассказывает про всех этих ну про конкретно этого руководителя этой академии и прочее вот смотрите а вот это уже такое уже больше напоминает нам обложку для какого-нибудь трешметаллического ансамбля а это мне кажется не надо фантазировать не надо фантазировать я хотел Ридли Скотта сюда приплести вообще-то не знаю о чем вы подумали конкретно ну вообще на самом деле у меня есть еще отдельный маршрут когда мы стартуем из Чернышевска идем как раз к малому мраморному дворцу и заходим оттуда и потому что здесь бывшие царские прачки и всякое разное но сегодня мы поступим другим образом потому что ну мне хочется чтобы маршруты были разнообразные я поскольку сам себе хозяин-барин ну давай покажем этого золотистого просто здесь насабляет фонтан весной, зимой и осенью он не работает вот сейчас видите струйки струятся это напоминает мне о том что я выпил кофе и ой слушай у них там даже подсвечены вечером вечером да вечером хорошо ну наверное я помню вот эти трубы это вообще-то да и в общем туда мы не пойдем это было бы конечно интересно но мы пойдем другим путем мы выйдем вот здесь а там мы пройдем в следующий раз я вам обещаю все царское белье здесь стиралось то есть просто тонны этого белья сюда привозилось потому что ну не только для ой там сейчас будет секс ой опа а потом он убежит а у них дети ну давай шпарь жарь итак мы с вами находимся на что-то у них по-моему как-то не получается не, нормально нормально он совершает у них видишь он совершает правильный бежит женщина не очень довольна смотри а как ты понимаешь что она должна быть довольна он киски занимаются любовью не подходи близи не ходи не подходи смотри что-то синякат ничего сейчас 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 все получится парень мы в тебя верим меня не ходят меня всегда поражало как это у них пожескочут он ее так берет зубами вот там понимаете абьюз насильник Все просто. Увидел, засадил, пошел дальше. И здесь сохранилось как раз главный котел, главная котельная. Ведь стиралось не только царское белье, стиралось еще и белье всей обслуги, всех там фрейлин и так далее. И в промышленных масштабах стояли автоклавы. Которые это все производили. Именно поэтому мост называется, как вы думаете, как? Да-да, прачечный мост. Именно по этой самой причине. Ну а Петр Льденбургский, к удивлению многих, отнесся с очень большим пониманием и ответственностью к порученным ему вот этим вот заведениям. И он... Раньше здесь можно было выйти, на самом деле. Сейчас мы проверим, можно ли это сделать сейчас. Если нет, то придется... О, вуаля. Мама, я на фонтанке. Ну давайте уж тогда и здесь я вам поставлю старую гравюру, как-то выглядел еще во времена Петра Первого. И помимо благотворительных всех вот этих дел, то есть там 350 чем-то школ, приютов и всего остального, чем заведовал Петр Льденбургский. Он основал лично вот это заведение, как бы намекая Николаю Первому, что с законами у нас все не очень хорошо, поэтому не мешало бы нам училище правоведения основать. Выкупил здесь на свои собственные бабки у Неплюевых дом, полностью его перестроил. Ну, да, по ту стороне пройдем. Ну, не сам, конечно. Правоведы – это юристы, короче, ведущие правом. И здесь учились многие знаменитые люди. Ну, самый известный, конечно, Чайковский. Но вот, кстати, Стасов тоже самое здесь учился. Почему он юристом и стал. Но крайне интересно посмотреть на воспоминания князя Мещерского, который точно так же учился здесь. И интересные моменты он описывает в своих воспоминаниях. Дело в том, что князь Мещерский – это не либерал вообще ни разу. Лучше, естественно, не вернуционер. Это, ну, такой, знаете, помесь Соловьева с Киселевым, только более умный, воспитанный и интеллигентный человек. Он издавал такую газету «Гражданин», абсолютно проправительственную. Хотя там в определенный момент даже Федор Михайлович засветился главным редактором, чем, конечно, зашкварился очень сильно в демократическом лагере. И он что пишет? Ну, во-первых, он пишет про то, что здесь пароли очень сильно. Это вообще нормальная была практика. Причем пароли иногда даже за то, что кто-то ссался. Да, вызывали, говорили, это месье Аннен. Он прямо по-французски так и пишет. Вы опять нассали себе в кровать. Это мы что, сейчас изображаем? А, это вы. О, дорогой! Это же замечательно известный актер! А это лучший экскурсовод из на тот, как питерская история, не только питерская. Какие у тебя последние работы? Слушай, у меня недавно вышла военная разведка у Угольникова. Третий сезон Саматуры. Сейчас снимаем четвертый. Чего еще? Вот художник, я не знаю, ты видел, не видел. Большая такая экранизация была. А, Юра Дворник недавно вышел полный метр. Ну, ищите, друзья мои, в кинотеатрах и на всяких стриминге. Сергей Сафронов и Павел Перец. Сергей Сафронов, да. Все, давай. Все, давай, удачи, удачи, пока, да. Должны были мы уже все утвердили. Мы с ним и с Полокольниковым Юрой делали сценарий для Netflix про Эрмитаж. Я, естественно, предложил первую серию про Халтурина. У нас был брейнсторм. Мне на нем даже аванс заплатили. И все, я уже должен был переводить сценарные программы. Ну, сценаристы в специальной проге. Ну, а тут случилось то, что случилось. И уже никакому ни Netflix, никакие питчинги стали не нужны. Но это лежит, ждет своего часа. Может быть, когда-нибудь оно и случится. Вот, пойдем сюда. И дальше. Полное невежество директора Языкова в юридических науках, в особенности в педагогическом деле вообще. Полное невежество в области общего образования было, разумеется, главной причиной такого печального состояния нашего образования. И ничего не было удивительного, если, кончая курсы, выдерживая экзамены, мы осознавали, прежде всего, как плохо мы подготовлены были научно, карьерной, карьеры судебной, и как мало мы знали из того, что мы выбрали. Про себя я, например, могу сказать, что выдержали перед выпуском 16 экзаменов, получив из них круглые 12 баллов. Я десятой части не знал отчетливость того, что знал наизусть и усваивал одной лишь памятью, и именно на себя испытал, насколько вся система преподавания у нас юридических наук была бессмысленна, нелепа и, следовательно, столько же непроизводительна, сколько несостоятельна. Система изучения языков была немало похожа на обучение попугаев. Это пишет, хочу сказать, закоренелый консерватор. Ну, то есть, да, это не революционный демократ. Вуаля. Но, тем не менее, да, все равно кадры выходили, ну, тот же самый Дмитрий Стасов и так далее. Петр Льденбургский основал много чего. Например, вот Мариинская больница на Литийном. Там раньше стоял, вообще-то, ему памятник стоял, естественно, убранный при большевиках. Ну, и вагон и маленькая тележка. Затем, вот, я так тогда уже, знаете, вкратце, сын его, Александр Петрович Льденбургский, он, чем прославился, есть у меня еще одна книжка, то есть, казалось бы, причем здесь Альденбургский, допустим, допустим, вот в этой книге. Павлов. Потому что Институт экспериментальной медицины и вообще Пастеровская станция первая находилась в Систир... Это идет, по-моему, в Колкун у нас, передовая. Она находилась у нас в Троицкой общине с сестер Милосердия, которая основала ее, его жена. А жена его была Евгением Максимилианом Лехтенбургской. Она была дочерью Марии Николаевны и Максимилиана Лехтенбургского, а Мария Николаевна дочь Николая Первого. Более того, жена Николая Николаевича Старшего, ну, это очень просто, вы сейчас очень легко разберетесь, она тоже из Альденбургских, Александра Петровна. Поэтому, видите, какие тесные связи. Вот, мы помыли окна. Мы же освежили здание. Да, отлично. Что здесь по этому поводу сказано? Семейство Альденбургских считалось при дворе, как писал Сергей Ильич Витте, анормальным. Ну, вообще, Витте действительно, он, когда писал про Николая Николаевича Младшего уже, сына Николая Николаевича Старшего, и Александра Петровна, который Альденбургский, вы это уже знаете, он писал, что у него была вот эта Альденбургская истерия про Николая Николаевича Младшего. Ну, потому что Николай Николаевич Младший мог скакать с револьвером у виска и кричать племяннику своему Николаю Второму, что если не подпишешь сейчас манифест 1905 года, я себе пулю в лоб пущу, да? Ну, вот. Тем не менее. Отец Александра Петровича, племянник Николая Первого, запятнал себя позором, это в кобычках. Ну, вот как раз здесь описывает эта история, как он отказался присутствовать при экзекуции. Этот пост раньше занимали высокопоставленные особо только женского пола. Сын учредителя училища правоведения, это уже Александр, производил вполне, проявил вполне свою анормальность, так считал Витте. Кроме создания ряда медицинских учреждений, Александр Петрович организовал курорт в Гаграх, ну, это известная история, и занимался попечительством о народной трезвости в Петербурге. По его инициативе был устроен народный дом. Народный дом – это здание, которое раньше располагалось возле Станкт-Петербурга Горьковская, там сейчас Балтийский дом, театр Балтийский дом находится, Балдом. Это первый вообще, ну, как бы, такой прототип ДК для простых людей в городе Петербурге. Денбургский создал институт экспериментальной медицины, значит, история такая, там одного офицера, а они еще, естественно, были шефами полков, значит, офицера покусала бешеная собака, и поскольку Денбургский лично знал Пастера, тот отправил его в Париж, там офицера вылечили, сделали прививки правильные, и когда он вернулся, вот Александр Петрович задумался о том, что неплохо бы у нас свою собственную пастерскую станцию организовать, и доктор Круглевский сделал первую прививку человеку, укушенному бешеным собакой в Петербурге. То есть они эту историю разработали, на Птиковском острове был куплен участок, это были деньги не конкретно Альденбургского, он их выбил, как бы сейчас сказали, из правительства, но за это ему тоже большое спасибо. Ну и, наконец, сын его, Петр Альденбургский, ну это я уж так, вкратце, он был женат на Ольге Александровне, это дочь Александра Третьего и сестра Николая Второго, но Петр Александрович, он был не очень, как бы вам сказать, в правильной сексуальной ориентации, поэтому первую ночь он вообще провел за картами, про это нужно подробнее рассказывать, вот как раз вот Почаковского, если пойти туда-туда-туда-туда, то мы придем ко дворцу великой княгини Ольги Александровны, ну и в итоге она встретила офицера Куликовского, который Петр сделал своим адъютантом, как бы желая немножко облегчить судьбу своей жены, которой он не питал никаких чувств, а по другой версии стараясь издеваться таким образом над молодыми, потому что, ну, если бы она забеременела, то это сын бы был, или ребенок, вот, конечно, от Петра, но в итоге там она смогла добиться развода, а сам он умер уже в изгнании в Европе, и он выписывал сборник стихов, Бунин описывал его, кстати, очень, ну, с большой симпатией, ну и после 1917 года вот этот дворец их, понятное дело, был национализирован, после чего там обосновался институт культуры. Это вот если очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень кратко про альденбургских, я думаю, у вас, конечно, все отложилось в голове, очень все просто, да, я вам рассказал там и про лихтенбергских, и про альденбургских, и про Николая Николаевича Старшего, и Младшего, шмыг-шмыг-шмыг-шмыг, вот. Что хочется сказать в конце, друзья мои Значит, у нас идут экскурсии Четверг, пятница, суббота, воскресенье Четверг, пятница, вечер, суббота, воскресенье, день И книжки мои продаются, да, путеводитель Книга ППР «Русско-японская война» и социальный роман «Корень» Как на сайте, так и, конечно, во время экскурсии после Я их подписываю, вы можете купить их с автографом По интернету, в интернете, когда вы покупаете, я их не подписываю Потому что они лежат на почте, и почта их сама упаковывает Путеводитель как раз, я думаю, что когда этот выпуск выйдет Он уже будет переиздан, и там будет новая обложка На этом все, оставляйте ваши комментарии Увидимся, пока Друзья мои, внезапный камбэк Я же совсем забыл, у меня есть еще такая замечательная книжка Но вообще это художник Григорьев, он больше такой, как театральный художник прославился И в свое время, когда я еще не делал каналы в Телеграм, и не кидал туда фотки Экскурсантам, я показывал живые фотографии Их здесь просто дофигища, очень крутых Вот тут недавно мы ходили, я показывал, как выглядел, допустим, финляндский вокзал Но тут вот приводится, смотрите Народный дом, вот про тот самый народный дом Должен он был служить культурным чагом, отвлекающим простой народ от пьянства Поэтому его передали попечительству от резвости В главе которого стоял известный самодур принц Петр Альденбургский Вот этот вот человек, который занимался благотворительностью, слыл самодуром Летний сад был приличнее, особенно в будние дни И с тех пор летний сад народного дома Как по инициативе известного мецената графа Шереметьево Там стал игрой симфонический оркестр Дирижерами были тра-та-та Но оркестр просуществовал недолго Как говорят, когда оркестр исполнял какую-то сложную музыку Приехал принц Альденбургский, принц послушал и спросил своего адъютанта Ты что-нибудь понимаешь в этом? Никак нет вашего высочества, отвечал тот И я сказал, принц распределился от мини симфонической оркестры Ну, конечно, это такая народная, я думаю, легенда байка Но это вот как воспринимали это семейство в людях Тут еще надо понимать, что, конечно, Григорьев это писал В такую прямо махровую советскую эпоху Когда еще Сталин был жив Ну и как в случае, допустим, как с Гилеровским, который очень сильно сгущал краски Так и, возможно, здесь он это делает Но воспоминания очень крутые Я рекомендую вам их почитать Потому что там очень много тоже интересных фантологий То есть наравне с Успенским записки старого петербуржца Наравне с Пызиным Засосовым, да, Петербург Там, начало XX века Это очень хорошие, значит, воспоминания А вот здесь, это уже Петроградка Это, например, институт принцессы Альденбургской Это жена принца Альденбургского Вот видите, в умывальне института принцессы Альденбургской Какая чистота И какая чисто эта Да, поэтому вот Показал вам еще одну такую книжечку Ну и если вам все-таки вот Вы чем-то заинтересовались То, конечно, все ссылки находятся в описании Вот там Ну а теперь точно пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!